Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в Рюмвард Альфа-16. Только нас отпустила малярия, как тут же на нас набросился гриб. Рэнди по-прежнему от нас не отстает. Ну что ж, давайте лечить наших товарищей больных тогда. Два из четырех, такое себе, конечно, два из четырех. Опять два поселенца в минус, опять двое только будут работать. Ну ладно, справимся. Так, Янг у нас и Нарда. Нарда? Так это же вообще заключенный. Ладно. Окей. Тогда минус один. Янг, как ты себя чувствуешь? Скажи-ка мне, пожалуйста. Химический ожог, ну это сейчас пройдет. Это после химических наших дождей. Последствия. Так, гриб. Гриб, 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 34. Иммунитет 38. Уже даже так. Отлично. Ну иди все равно сюда на лучшую кроватку. Где отдыхай. Тобой сейчас будут заниматься Виценты и Казука. Я так полагаю, да? Лучше, конечно, Казука. Лучше Казука. Поэтому Виценты пока уберем вот так вот. Так, Казука у нас с тобой сейчас займется По полной программе. Так. Гриб. Гриб у нас лечится обычными травмами. Поэтому, собственно, медикаменты переходить нет смысла. Так что давайте занимайтесь. Казука. Окей. Ну ты лучше иди пока вылечи. Что-то нас тут все рыгают, блин. Что-то нас все рыгают. Ты лучше иди пока вылечи нашего товарища Йонга. Правильно. Вот так-то лучше. Так-то мне больше нравится. Хорошо. Так, Йонг, как там? Как-то у тебя золотали? Ну такое себе, да? Тридцать семь сорок один. Нормально. Нормально. По идее должно быть все нормально. Бешеные животные. Здрасте. Приехали. Здрасте. Приехали. Обезьяна. Окей. Еще обезьяна. Боже ты мой. Так, обезьяна. Куда ты бежишь? Господи боже мой. Бешеный. И правда, что бешеный. И правда, что бешеный. Название, как говорится, оправдывает себя, да? Ладно. А, мы что бивни все собрали? Нет, не все, конечно же. Так, бивни собирайте. Это, блин, деньги. Это деньги. Ладно, сейчас разберемся сначала немножко с обезьянкой. Так сказать, да? Так, где она там бежит-то? Где-то и есть, обезьянка. Обезьянка. А, ты сидеть мечешься? Господи, ты боже мой. Долго ты собираешься это делать? Мне вот интересно. Пока не заснешь? Нет, все-таки побежишь или нет? Боже ты мой. Ты можешь сказать, побежишь ты или нет? Дурында. Казака получила пищевое отравление. Сейчас тоже все там рыгать будут. Ох ты боже мой. Ладно, вроде бы она решилась. Вроде бы она решилась. Так, кто там? Лин, Янг, отдыхай. Ну, Лин и Казака идите. Та, пока сюда. Встретим обезьянку сейчас. Быстренько. Если успеете, опять же, опять же, опять, мне кажется, нас опережают уже. Так, у нас что? Дверь из известняка построим. Копят, здесь одну разрушили у нас. Как раз известняк у нас есть. Окей. Так, Лин, остановись сюда. Короче говоря. Потом щит заберите хоть. Казаку давай сюда. Щит хоть потом заберите. Ну что, Бебезянка, идешь? Бежишь? Давай. Мы тебя ждем. С распростертыми, что называется, объятиями. Давай, дорогуша, заходи. Заходи. Вот почти что и все, да? Так, Казаку свободно. Перенести сразу щит. Лин, иди сюда. Иди сюда. Так, Лин, во-первых, свободно. И Бебезянку тоже перенести сразу. Пока она свеженькая, что называется. Свеженькая. Так, ты у нас довольна? Отлично. Животное домашнее у нас с Капибаром. Ну, Капибара, что я могу тебе сказать по этому поводу? Так, где-то есть корова. А что с коровой? Что с коровой? Она после химического ожога тоже еще что-ли не отошла? Ну, ладно, отойдет, ничего страшного. Ничего страшного, с ней не приключится. Главное, что химические осадки у нас прекратились. Так вот, Капибара. Возвращаюсь, собственно, к тебе, да? Капибара, Капибара. Вот ты, Капибара. Давай, иди в нашу область, и мы тебя пустим на шашлычок. Так, Лин, отдыхай. Подожди, отдыхать. Внизу он, я понял. Так. Лин, я думаю, тебе можно уже тоже это убрать. И давай... Давай перенеси слоновый бивень. Вот. Это будет очень мило с той стороны, пока они здесь нафиг не сгнили. Пока они не сгнили вместе с этими скелетиками, что называется. Иди их переноси. Тут их очень много. Так, Казука, ты что делаешь? Так, вытянки, я понял. Ну, давай, подожди сначала. Сначала перенеси тоже бивни. Еще останется здесь и здесь. А, нет, не останется. Видимо, тоже два сейчас сразу возьмет. Вроде бы все. Налет. Серьезно, нифига себе. Так, противник подает немедленно. Перейти к месту. Да ладно. Так. Все бегом. Все бегом в зону. Область 1. Так. Бросаем нафиг. Йонг, сорян, но как бы тебе нужно. Тебе нужно идти сюда. Все бегом сюда. У нас как раз нихера нет в рейли, нет. Ничего. Самое то. Еще и два жнеца и гусеница. Казука, бегом. Казука, бегом, пока жнецы не догнали. Пока, блин, жнецы не догнали. Так. Лицент, ты пока остановись сюда. Так, Лин, здесь стоишь. Молодец, Йонг. Иди сюда. Казука, сюда, бегом. Бегом сюда, как-то так. Два жнеца и гусеница, однако, у нас. Два жнеца и гусеница. Ну, посмотрим, посмотрим. Такой правильно пошел. Че ты, скотина, делаешь? Вот, твой товарищ нашел проход. Ладно, пока открекися на дверь, хорошо. Дверь отвлекаю. А, да ладно, серьезно? Вот так вот? Ладно. Окей, я согласен на такое. Так, скотина, ты. Иди к нам тоже. Нехер тебе дверь ломать. Зачем ты дверь ломаешь? Чем это тебе не угодило? Ты серьезно? Ты будешь сейчас этой херней заниматься два часа? Давай, нам надо с тобой разобраться, а потом уже с гусеницей разбираться. Гусеница пожестче тебя будет, вообще-то. Иди давай. Сколько можно дверь ломать нам, козлина такая? Нужно лечение Йонг. Блин, друг, подожди чуть-чуть. Сколько у тебя там? 43-50? Ну, подожди, потерпи немножко. Потерпи чуть-чуть. Давайте, может, ускоримся? А, угу. То есть, вот, да, как? Я тебя понял. Ну, давайте, ребятки, попадите у него. В эту скотинку, которая нам еще дверь сломала. Вот, лин нормально стреляется на аргументовке, да? Все, есть. Отлично. Так, теперь ждем гусеницу. Гусеница почти добралась уже до нас тоже. Сейчас мы должны подождать... Так, с чем ты там идешь? Бластер. Ну, ладно. Так, кстати говоря, они не померли, это хорошо. С них можно будет клинки подоставать. Клинки, это значит денюжки. Денюжки, это всегда хорошо. Денюжки, это определенно всегда хорошо. Да, у нас уже свалка сейчас будет заполнена, блин, вся этими товарищами-жнецами. Надо их разбирать уже, в конце концов. Давай, гусеницы. Поспеши к нам, поспеши. Вот ты к нам и пришла, да? Давайте, ребята. Она еще не может определиться, видимо, да? С какой стороны? Ой, жесть какая. О, нормально, раздаете, нормально. Хорошо, не плохо, гусеница куча. Ух, какая тоже страшительная кисла. Но, ничего, мне кажется, гусеница все-таки одна, она гребет только так. Мне кажется, линза решает. Выходит, потому что они как-то мажут немножко. Ох, сейчас надо разломать какой-нибудь блок еще, блин, это будет жесть. 60% в принципе нормально еще. В принципе, еще нормально. Давайте, ребята. Ну, какой-то у нас все попадание надо сделать-то. Боже мой. Чтобы ты это сам уже окочурилась. Как твои дружки. Блин, еще одна линза добились, обязательно? Ай, жаль. Вот, так, хорошо, все свободны. Так, Йонг, бегом. Бегом сюда отдыхать до выздоровления. Так. Получается у нас казука сейчас будет этим заниматься, да? Так, давай. Здоровье, модификация. Это левый клинок, правый клинок. Так, модификация, выключение. И жалко, что тебя все-таки расхерачили до конца, да? Так, казука, иди модифицируй. Старайся достать нам клиночков. Так, а товарищ Вицент тогда пойдет у нас, собственно, все-таки лечить товарища Янга, который болеет гриппом. Вот, ну, нас сейчас интересуют, на самом деле, клинки. И, блин, и клинки, и бивни было бы вообще зашивись. Пищевое отравление получил Вицента. Конечно, нечего жрать здесь. Нечего жрать здесь. Так, сразу ограничения вам сниму, пока опять не забыл. Все, снимаем. Казука, давай. Казука, давай, я в тебя верю. Давай, у тебя получится хотя бы один. Лучше, конечно, два, но хотя бы один. Давай. Мимо. Так. Печальненько. Второй. Есть. Молодцом. Один есть, уже хорошо. Так, модификация, выключение. Ты что пошла делать? Есть просто блюдо. Ну, забери с собой тогда сначала это. Вот, все. Заберешь. А дальше уже там по своему усмотрению, что называется. Так, Йонг. Товарищ корова снова может ходить. Отлично. Я очень за нее рад. Давай, казука, иди поешь. И товарищ Йонг лечи, он же нормально, все там терпит. 47-55, да, нормально. Да, нормально потерпит. Так, иди поешь. Покушала, молодец. Что и теперь делаешь? Отдыхает. Подожди со дыханиями, иди сначала, окажи помощь Янгу. Окажи помощь Янгу. Так, Капибарам. Капибарка, Капибарка. Пока-пока, Капибарка. Ты у нас пойдешь на благое дело, что называется. Ты у нас пойдешь, чтобы было дело. Так, еще покормить, правильно, не забывай. Не забывай кормить, это все верно. Все покормила, теперь можешь отдохнуть, в принципе, да? Так, Вицент, Вицент, у тебя как с нуждами? Отдых, сытость, все хорошо, да? Тогда знаешь, что, иди модифицируй их, пожалуйста. Модифицируй этого товарища, этого товарища, и можешь их перетащить, в принципе, уже потихонечку. Сейчас тебе какой-нибудь помощничек найдется тоже. Давай. Не будет переносить, я тебя понял. Я тебя понял, тогда иди занимайся своими делами. Иди занимайся своими делами. Так, потом почините, пожалуйста, корова беременна, отлично, у нас скоро появится коровье потомство. Молодые, как говорится, мясо... Блин, что за спинается? Пельмени из мяса молодых мешков. Ну, возможно, возможно, мы тоже их сделаем. Как знать, как знать, да? Ну, ладно, надо бы сначала с этим всем разобраться. Так, Лин, молодец. Перенеси гусеницу, перенеси всех, короче говоря. Ты у нас сейчас за все это будешь отвечать, что называется. Тем более, ты сейчас довольна, у тебя все отлично с настроением. Все у тебя шикарненько. Тут постройки, если говоря, не забудьте тоже. Зараза, поломали нам дверь? Вот что за люди? Ну, конечно же, они не люди. Гости. Гости из племени. Даже с чем-то там, чем можно торговать. Так, Лин, знаешь, что еще? Чиниться, на, подожди. Где-то тут бросил обивание. Вот. Ты сразу четыре можешь перенести? Серьезно? Охрененно. Так, ладно, Лицента. А, ты не будешь переносить, я понял тебя. Казуха, ты спишь. Ну, мне кажется, достаточно спать. Давай. Давай, возьми бивень. Возьми бивень. Тут возьми бивень. И это самое, собственно. И, собственно, это самое. Ты, по-моему, еще у нас самая болтающая, насколько я помню. Ну-ка, персона. Шесть. А, нет. Шесть или да. Подожди, я уже не помню. Шесть. Нет. Лицента самая болтливая у нас. Ох, сколько товарищей к нам припёс. Нихрена себе. Так и центах. А, распать. Подожди. Давайте торговать с ними. Сти бивень не хотите? Понятно. Шестьдесят семь серебра. Какой вам нахрен бивень? Какой вам нахрен бивень? Так, я даже не знаю, что вам продать. Тану. Всякие шмотки рваные продам. Собственно, дам. Так, у вас что-нибудь? Два компонента есть. Травы-то у нас самих всё есть. Ну, короче, понятно. Бесполезненькие такие пришли. Ладно. Рубашку забирайте. Это забирайте. Это забирайте. Так, штаны из ткани. Тридцать восемь, между прочим, уже. Вам больше и продать-то нечего. Так, шлем забирайте тогда. Сорок пять, да? Сорок пять. Пятьдесят семь. Пятьдесят семь. И ещё на десятку что-нибудь вам продать надо. У нас на десятку, по-моему, ничего и нету. На десятку, разве что две травы. Разве что две травы. Ну, вот как-то так, короче, давайте. Подтвердить, да. Давайте ваша серебришка сюда. Хоть столько. Хоть столько, но тоже пригодится. Так. Лин, что там? Ты принесла уже, да? Всё, все бивни теперь у нас лежат здесь. Так, два, шесть. Нихера себе, восемь бивни уже. Нормально. Так, а ещё можешь принести? Или там уже не надо? Нет, надо. Надо. Вот это, пожалуйста. Перенеси бивень. Спасибо большое. Казуха получила пищевое отравление. Ничего страшного. Прыгает, перестанет, как говорится. Прыгает, перестанет. Не знаю, сколько скелетов за этого дождя. Долбанного. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, а, да, и жнецов-то перенеси тоже, как бы. Жнецов, как бы, тоже перенеси. Корову два. Деменция. Плохо. Плохо. Из-за химожога, да? Деменция. Сознание, речь, слух. Ну, ладно. С коровой болтать мы особо как бы не собирались, но всё равно печально, конечно. Что это за химожога такая херня? Печальненько. Ладно, надеюсь. Надеюсь, она выживет. Надеюсь, она будет жить. Ну, собственно, что? И травку жевать, да и всё, в принципе, молоко приносить. Больше ничего. А что вы тут тусуетесь все? Что, хотите сюда зайти, что ли? Посмотреть, что там творится у нас? Ну, зайдите. Мне кажется, офигеете. С такого. Мне кажется, просто обалдеете с такого. Так, ладно. Кто у нас животным-то занимается? Казука. Ну, Казука, у тебя вот как бы тут это. Есть, короче, задание для тебя, что ли? А ты вообще что делаешь в такой стране? Медитируешь, а она, естественно. Естественно. Как я мог про это забыть, да? Как я мог про это забыть, что вы все медитируете и прочим делами занимаетесь. Не вас... Перенести. Перенести мяда. Гости уходят. Замечательно гости. До свидания. Всего вам, как говорится, нейл... Блин, золото когда-нибудь заберёте? Или нет? Он прям там лежит такой вот. Лежит, лежит, лежит. Какие-нибудь гости будут проходить вместо вас и заберут все это дело. А золото нам надо все-таки. Его, если что, и продать можно так-то. Так-то дам. Так. Лечит Йонг. Молодец. Лечи. Не забывай про него. Получил пищевоотравление. Что-то там все травились. Так, стоп. Казука, ты можешь... Убирай кровь. Прибери тут немножко вообще. А то что-то как-то грязновато. Стоп. Вот это просто убери тоже. Ну, так немножко получше. Так, теперь немножко все-таки получше. Окей. Так, а кто у нас тут повар, товарищ Виценто, да? А, ну Виценто, занимайся. Занимайся, Виценто. У тебя камни просто блюда. Асана. Ага. Ну да, правильно. Про наших заключенных не забывайте. Это все-таки потенциальные наши живчики. Потенциальные наши живчики. Так. Товарищ Лин, что делаем? Несет блоки. Подожди с блоками. Перенести жнеца лучше давай. Под крышу. У нас тут уже места, правда, почти нихера нет. Но тем не менее переносим. Тем не менее переносим. Что еще остается, в общем-то, да? Именно так. Так. Короче говоря. У нас... Оп, грузовые контейнеры упали. Как будто бы к нам, но не очень, да? Агава. Агава, Агава. Сырые плоды Агавы. Ну, не знаю. Заберите. Может пригодятся. Сделайте из них что-нибудь... Что-нибудь полезное. Так. Бобры. Замечательно. Так. У нас есть мрамор? Чуть-чуть, да? Ну, давайте. Чтоб одинаковые двери были. Чтоб их опять разбомбили, да? Засраны всякие. Чтоб их опять раздолбали. Так, Лин. Подожди. Перенеси в конце концов золото, пожалуйста. Я тебя очень прошу. А то что, какая-то жопа. Какая-то жопа. Ну, тут лежит уже хреново туча времени. Ну, реально. Чуть ли не самая первая серия, что ли? Я даже не знаю. Чуть ли не самая первая серия. Так. Тут, конечно, можете разобрать, чтоб больше травы было, в принципе. Давайте. Области. Области без крыши, ребята. У вас тут крыши не должно быть. Убираем. Крышу уберете, потом уберу вам эту область. Чтоб тоже глаза не мозолило. Все. Давайте. Давайте заработать, что называется. Правда, работать пока некому. Строители. Ну, три строители. Так, то вообще-то. Вообще-то. Так, а товарищ Казу, который нам технологии будешь изучать или нет? Ну, ты решила немеслом заняться, да? Так. А технологии у нас что там с технологиями? Механика. Это бы пригодилось нам вообще-то. Электровплавка тоже, в принципе, нужна, да? Ой. И файдинг может тоже выучить. Ладно. Ко мне пока, в принципе, достаточно. Давай это самое. Давай немножко вот так вот поизучаешь все-таки. Я просто буду... Ну, поешь, потом изучай. Окей. Договорились. Я надеюсь, что да. Видимо, нет. Ну, ты, конечно же, отдыхать пошла. Ты же устала, бедняжка. Ты же, бедняжка, устала за день, да? За целый день. Поболтала с пленными и устала. Ну, тоже утомляет, конечно. Можно я понять. Так, облом космического корабля приземлился прямо к нам. Замечательно. Разберись его. Это замечательно. Так, тут все. Надеюсь, починили. Ну, вроде как, да. Выглядит, как будто бы починили. По крайней мере. По крайней мере, как-то так. Ладненько. Животное домашнее. У нас опять шиншилла. Окей, шиншилка. С тобой мы поступаем точно так же, как с копибаркой. Давай, шиншилла. Домашнее животное. Тусуйся там. Ну, сейчас поспишь и придешь к нам. И мы тебя, собственно, немножко подровняем, что называется. Чуть-чуть. Я вот думаю, может быть, все-таки приступить к постройке турелей. Приступить к постройке турелей. Так. Еще электроэнергии мы поставим. А, что есть? А, это это. Комбикорм у нас вот гниет потихонечку. Ну, пускай гниет. Пускай гниет. Ничего страшного. Так. Хорошо. В принципе, да, я думаю, сейчас есть смысл, наверное, поставить еще одну. Лучше уж тогда сначала один генератор. У нас есть возможность, да? Огородить его стенкой, а потом уже приступать к турелям. Хотя он с энергиями, кажется, и так должно хватить. Без всякого там, потому что 2, 2, все-таки генератора растоит таких. Тем более мы не постоянно будем... Берил беременна, собачка, что ли? Да. Мы же не постоянно будем юзать их, правильно? Будем включать по необходимости. Так. Окей. Давайте-ка, собственно, строим турели. А, угу. Строим, конечно. Да, из чего строим-то мы их не изучили. Ой, ну ладно. Ну, когда изучим, тогда и построим. Сейчас тогда можно, собственно, заняться генератором потихонечку. Энергия. Давайте. Сюда, будьте любезны. Забабахайте эту штучку. И сразу его в короб тоже, да, заносим. Сразу заносим его в короб. Так. Короб у нас будет, допустим, с песчаничком. Потому что у нас его много очень. Постройкости на песчаника. Ну, как-то так. Чепоник. У кого смертельные болезни? А, нарда. А что у тебя там такое? У тебя грипп, да? Или что-то такое? У тебя грипп или что-то такое? 84-95. Так у тебя все хорошо. У тебя все хорошо. Что-то беспокоишься. Так. А у Йонга как дела? А, у Йонга вообще уже иммунитет. Ну, и отлично. Ну, и просто замечательно. Так. Далее. Построим копию. Дальше дальше. Сюда идем. Сюда идем. Так. Сюда идем. Ну, и как-то вот, я полагаю, что так. Так. И дверька тоже у нас будет, естественно, из песчаника. Давайте чепонько. Ну, и потом здесь пол сделаем. Крышу делать тут не будем, естественно, уберем сразу здесь. Давайте область. Область. Область без крыши. Тут крыши не должно быть вообще никакой. Чтобы там жара не становилась. Коптилка такая, да? И потом провода здесь просто протянем тоже как-нибудь до, собственно, стенки. И по стеночке дальше аккуратненько проведем к нашим тоже аккумуляторам. На самом деле, можно будет потом рассоединить это дело немножко и впустить одно чисто на запасные аккумуляторы, до которых будет потом здесь стоять. На вторые, как бы, ну и две оставить на эти. Ну, посмотрим. Ладно, сейчас общий поток пустим, а там уже разберемся. Там уже разберемся. Так. Окей. Тут стенку. Ой, эту стенку. Крышу убираете? Убираете потихонечку. Да, это хорошо. Это хорошо. Значит, здесь скоро опять будет у нас трава, и коровки наши смогут кушать здесь, в общем-то. Так. Ну, эту тоже штуку потом потихонечку устроите. Риск легкого нервного срыва казука. Ничего страшного. Переживем. Переживем. Главное, что у себя бивни, да? Из золота перетаскали. Отлично. Отлично. Теперь у нас 135 золота. И бивни. Слушайте, вот то, что бивни, и то, что у нас есть клинки жнецов. Это прям вообще замечательно. Три клинка. Три клинка. Это же сколько денег? Так, торгаши. Три клинки, торгаши, приходите, у нас есть бивни и клинки. Забирайте, приезжайте, главное, с этим самым, как он, с серебришком. У нас 5000 есть, да, отличненько. Прям замечательно. Траваные шмотки, да, какие траваные, очень дурацкие шмоточки. Так. На самом деле, на самом деле. Портной, портной, портной. Опять же, казуку, да? Опять же, казуку. Ладно, казуку сначала нам все-таки изучат до конца уже. Хотя бы это. И потом попросим меня, наверное, шить нам что-нибудь. Потому что в шмотках вы каких-то ходите не очень. Не очень шмоточках. Так, животное, шиншилка. Пришла, пришла, молодец. Давай, какой-нибудь казука. Казука вперед, что называется. Вперед и с песенкой. Будем, так сказать, получать место немножечко. Эээ. Хватит хавать наши припасы. Ишь ты какие. Ишь ты какие. Так. Такс, такс, такс. Нервный срыв, замешательство у кого? Корова, серьезно? Ладно. Бедняжка. Ну ты это. Какой, не мешкой что ли, я не знаю. Налет. На противника придет какое-то время. Окей. Так, что у вас тут? Две снайперки. Дубины. Ну, короче, такое себе. А, нет, еще кто-то есть. Снайперская эмиграната еще есть. Ну, тоже такое, как бы, ладно уж. Эмигранаты мы как-нибудь переживем. Так, у них пока какое-то время. Я просто вам территорию ограничу, да и все. В принципе. Как они попрутся к нам, так сразу сюда все-таки. Соберемся и будем их пиу-пиу-пиу делать вот так вот. Так, скотины, не вздумайте давать наши двери. Я задолбался их уже оставить, честное слово. Так, что вы как-то близко идете к нам, давайте на самом деле. На самом деле соберемся здесь тогда, на всякий случай. Кроме Витцента, наверное, да. Ну, хотя ладно, на всякий случай тоже приди. Вдруг они все-таки доберутся до нас. Хотя со снайперками. Ну, там два ближника есть, так-то, если что. Так-то, если что, есть там два ближника. Поэтому лучше все-таки придите сюда. Так, все, пираты пошли на штурм. Так, тут у нас пока Витцента, иди сюда. Казак, установись сюда. Так, Лин, иди сюда. Йонг, иди сюда. Как-то так. Так, только побыстрее, пожалуйста. Только побыстрее, пожалуйста, господа. Так, их пятеро. Нормально, нормально. Эмми гранатов, пэнт, теперь что там? У нас приборов каких-то нет. Так, есть, мим, нормально. Ага, со снайперка стоит козлина. Голову включу. А, и Йонг тоже заразу застал, да? Глебаный снайпер. Так, Витцента. Витцента, будь готова. Ближний бой с этим товарищем. Бегом, 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 бегом. Бегом. Так, один лежит. Двое лежат. Отлично, отходи сюда, Витцента. Так, где там еще? Еще двое далеко стоят. Так, ближний бой с этим. Быстрее, быстрее. Ну и давай ему стрелять. Есть. Отлично. О, Витцента вообще радуется, что кто-то умер, да? Отлично. Ей это прям вообще доставляет. Ей. Серьезно, да? Так, девчонки. Девчонки и парнишки, давайте, иди сюда. Йонг там сильно получил, но надеюсь, что нет. Так, у нас еще двое заключенных. Лин, иди на самом деле сюда просто и все. Все. Вот, вот и все. Свободны, свободны. Так. Свободны. Трое. Блин, а куда нам троих-то здесь? У нас даже двух-то комнат как бы нет. Раз, два, три. Ну, как-то так, видимо. Давайте, пока так и поступим. Раз, два. На всякий случай сделаю, конечно. Три. На всякий пожарный, что называется. Так. Надо срочно блок расширять. С такими успехами надо блок срочно расширять. Так, это забираем потом. Минтовочки забираем. Так, это сразу нахрен выкидываем. Так. Что ты у нас за человек такой, персона? Жутковато дыхание, подавленность. Так, стрельба. Ну, такой середнячок, типа, но можешь делать все, да? Поэтому тебя, в общем-то, можно захватить. Окей. Так, товарищ Йонг, ты как там, сильно пострадал? Левая рука отстрелена? Серьезно? Прям руку отстрелили? О, кажется, у нас есть претендент на пересадку руки. Но, правда, у нас врачей, блин, нет нормальных. Ну, ладно. Это будет когда-нибудь на потом. Короче говоря. Не-не-не, Йонг, давай, спасай этого чувачка. Захватывай, вернее. Так. Ты у нас кто такой? Стрельба, ближний бой. Тоже простая работа и пожаротушение не может. Пироман, что ли? Так, а жаль. Пироман, до свидания тогда. Так, а ты у нас кто такой? Ты у нас протезофил, садовод, психическая вялость. Ну, норм. Норм, давай. Лин. Да, господи, какие мешки? Лин. Захватить. Захвати, товарищи. Все. Тогда двоих захватываем. Остальных пофигу. Так. Остальных пофигу. Сюда. Лин, ты куда несешь? Ты несешь сюда. Окей. Тогда эту комнату отменяем. И надо блок тогда делать. Вот что я думаю. Так, Янг, иди. Куда ты пошел? Какое блюдо? Иди нафиг отдыхай с такими травотечениями. Так, Реценте пытается зарбовать Нарда. Подожди. Оказывай помощь. Янг, у него там это, кровопотери о Гогошечке. Кровопотери о Гогошечке. Блин, вот жалко, что, конечно, ему руку отстрелили. Это вообще жесть. Эх, бедняга. Вечно ему достается. Вечно ему, блин, достается. Так, ну ладно. Лев без левой руки теперь у нас просто однорукий. Но с винтовкой зато. Ну ладно, что поделаешь. Что поделаешь. Так, у этих комнат вообще шикарные. Они здесь не должны вообще паниковать никак. Так, Реценте, 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 иди. Оказывай помощь этому товарищу. Чтоб он не окочурился там так. Ты как, замотала его? Левый глаз. Плохо дело. Плохо дело. Ну ладно. Жить будет тоже хорошо. Жить будет тоже хорошо. Так. Все, залечили, залечили. Отличненько. Сразу настроим. Тоже узник. 80%. 85. Ну нормально. Нормально. Вербовать. Так, у тебя 81. Тоже неплохо. Давай вербовать их всех. Серебрюшка заберите потом. Так. У вас, чуваки, понимаешь, что не очень условие, но извините. Как бы тут экстренная ситуация, что называется, была. Экстренная ситуация. Так, этого раздеть. Этого выкинуть. Так, Лин, иди подбери эмигранаты. Зона, зона, зона. Вечно это одна и та же зона. Так. Перенести эмигранаты. Окей. Витцент. Казука. Перенести винтовочка снайперская. Хорошо. Спасибо. Давай, Лин. Тищенько. Ну, немножко разжились еще, что называется, оружием. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть разжились оружием. Уже хорошо. Так, Йонг, ты там держись, блин, дружище. Ты держись. Очень скромный. Просто был на вечеринке. Окей. Отличные условия. Эээ. Супер. Супер. И, несмотря на то, что мы слили руку, все равно он доволен, как бы. Ну, одной рукой тоже можно направляться, поэтому более-менее, да? Поэтому более-менее. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Левая рука. Ну, хоть не правая. Хотя, может быть, он лишь шаг. Кто знает. Кто знает. Так. Тут строим? Ни хера не строим. Не понял вас. Снова можете ходить. Отлично. Как у вас настроение? Мне кажется, вот у них настроение должно быть просто шикарное. А нет, стресс. Сильная боль, но это ладно. Нет бионических частей тела. Это что, типа, любишь? Протезофил. Протезофил, это же наоборот, типа, точно-точно. Это протезофоб, когда, типа, да, тогда они наоборот. А этот хочет тебе много частей. Окей. Ну, возможно, если ты станешь хорошим поселенцем, когда-нибудь у тебя не появится. Кстати говоря, у вас медики какие там из вас? Медицина 2, у тебя медицина 4, 4, 6. Ну, что-то такое себе у нас с медиками, да? Но все получше вроде есть, чем наше пока сейчас, товарищи. Так, все, этих можете, в принципе, уносить, разносить. И все сопутствующее с ними, что называется, делать. Так, товарищ казук, а ты технологии-то будешь на изучать вообще? Или как? Или только спать будешь? Я, конечно, понимаю, там, ты налет, это еще что-то творится у вас. Но, блин. Технологии тоже надо. Технологии надо. Так, давайте. Скорми простое блюдо. Я понял, заключенных кормим хорошо. У вас всего два надзирателя, поэтому, да. Поэтому приходится вам заведовать всем, что называется. Окей. Еще теперь этих покормить надо не забыть тоже. Вообще фигово, здесь в темнице полной сидят, что называется. Эти комфортабельные комнатки отхватили себя. Вот что значит стать экстренно, да? Экстренно пленными. Вам, может быть, еще и повезти, как этим товарищам. Повезти, как этим товарищам. А, ты куда? А, за Агавой. Окей, бегай, бегай. Так, ну все, уже покормили их. Сколько можно-то? Казуха, давай, блин, это самое. Изучай технологии. Изучай, блин, технологии, в конце концов. Так, Витцент, ты знаешь что? Ты очень странно все делаешь. Раздели катушки. Тут здесь лежат уже, сколько времени, непонятно. А ты бегаешь далеко за едой. Вот сейчас у тебя мясо будет, и делай из мяса сколько хочешь. Причем мясо будет, я так полагаю, немало. Все-таки там муфалы. Так, солнечный генератор поломался. Вообще прелестно. Иди, чините. Идите, чините, что я могу вам сказать. Хотя, с другой стороны, я думаю, знаете, что... У нас все равно основной источник питания, это, естественно, вот эти вот турбины. В общем, турбины, генераторы геотермальные, вот. И как раз-таки их, наверное, можно будет в одну сеть соединить. А вот это я потом отсоединю и поставлю их запасным. Ну, или, короче, что-нибудь придумаем с этим делом. Ну, это будет потом, естественно, так, кондиционер поломался, нервный срыв, замешательство. У коровы опять там началось замешательство. Эх, бедная коровка с деменцией, бедная коровка. Так, чините. О, Лин, правильно, правильно делаешь. Все верно мыслишь. Так. Температура нормальная, температура нормальная. Ну и хорошо. Так, ну что ж, друзья. На этом середово-это пока завершим. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И до следующего раза. Всем пока-пока. Продолжение следует.